Всех приветствую на канале Дороги Михаила Рюшина. Приглашаю прокатиться со мной по улице города Саратова и Саратовской лицевой автодороги до развязки Волгоград-Воронеж. Выезжаем с улицы Юшанской и Ленинского района на Московское шоссе и до Старожевки. Эту дорогу уже показывал недавно, теперь другой ракурс. Здесь не забываем есть камеры. Проехал в этот день 16 сентября 2023 года, вот как вам говорил Московское шоссе, Саратовской лицевая дорога с выездом на Воронежской-Балашовской трассу, доехали Лысый гор практически, повернули на Урицкое, заехали в лес грибов, посмотрели, поискали, не нашли, поехали дальше и доехали до Урицкого, дальше в лес заехали, тоже нет грибов, и еще до Широкого Карамыша назад вернулось. Также покажу, постараюсь показать, проехали, где делают путепровод около Жасминного поселка нашего, Жасминка, то есть как там обстояли дела, вот камеры проезжаемые на 16 сентября. То есть вот такие исторические кадры, каждый день обмена возврату не подлежит. И как всегда говорю в Ютубе, Рутюбе, в Одноклассниках ВКонтакте, Дзен, Яндексе, выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, где кому как удобно, где кому как нравится. Проехали перекресток на Песчаный-Медский тракт, на Песчаную-Медскую улицу. Продвигаемся и посмотрим, как, что изменилось. Подъехали, где развязка-Сторожовка. Хорошо нам не в сторону Петровска было, мы это повернули направо, выехали на мост и в сторону Волгограда. Проехали, потому что там какой-то затор был, увидите, сейчас далее. Здесь у нас поворот на кладбище старое. Здесь какие-то ремонты велись, сюда включают ускоренный режим просмотра, чтобы время ваше не занимать. И здесь сразу же видно, в Кагаринский район расширяют дорогу. Явно будет по две полосы в каждую сторону. Въезд и выезд из Саратова будет намного удобнее. Но это все потом, конечно, на светофорах будет затора. Чем где-то шире, а где-то узко, и все. Доживем, увидим. Главное, делают очень большой объем работы. И вокруг Саратова получается, и внутри у нас идут, как обычно, ремонтные работы водоканалов или теплосетей. В центре города, как вам говорил уже, в предыдущих сюжетах, плюс 7 баллов, пробка была. Заторы чуть не ежедневные, в центре. В связи с тем, что там еще и меняют у нас трамвайные пути. Ну вот так вот. Каждый год что-то новенькое. Здесь развязочка такая. Да, когда это потом все это сделается, отремонтирует, проеду по новой трассе. Но как проезжал Новоастраханское шоссе же, я вам показывал, там тоже же было до развязки на Воронеже, Балашов и Волгоград. Там она я стал, сейчас вы видите. Но сама дорога вот от заводского района в сторону развязки ее сделали. И здесь так же и сделают. Это то же самое, как на Учку-Журнском шоссе. По две полосы, по три там. Потом Вольский тракт. Теперь вот делает Московское шоссе. Осталось. И вот уже сделано в заводском районе. Да, когда сделают, конечно же, будет Парсарасск-Кольцевая дорога. А если еще ее всю дорогу, хотя от Саратской области, от Сызранского района, то есть от начала или конца. От Хвалынского района до Волгограда. То есть вот это, если буду дорогу все делать такую, это будет прям проехать отлично. Главное, чтобы платные потом не сделали. Да, здесь вот такая вот канительственная дорога. Дорогу еще направо не сделали, чтобы выезжать. К тому надо на Цызрань. Это надо было поворачивать чуть раньше. То есть, и здесь вот. У нас был мне сразу как-то направо уйти. Ну, там кран разгружается или еще что-то машина. Ехал вот в левом ряду. А это вот очень медленно. Чем это связано впереди сторожовки, так я не понял. Там, наверное, ремонт идет, понятно. Вот я решил, нам направо надо стоять и ждать, пока доедем. Смысла я не увидел. Ну, правильно, в три ряда. И, наверное, там в одну полосу. Вот все медленно едут. Здесь работы ведутся. Это я вот вам в сходном режиме. По-быстрому проедем. В принципе-то, медленно, ну, как медленно ехали. Шикарный будет с кольцевая дорога. Сразу же те места, где вот были подъемы и где вот большие машины тормозили. Это все ликвидируется и будет для полосы и спокойно. Вот мы ехали, сейчас дальше все это увидите и доедем. Никаких проблем. Нужно обгонять. Обгонял. Кому нужно, меня обгоняли. Ну, главное, не занимать левую полосу. Вот такие тут широкие участки стали. Когда-то я вам показывал, тут еще не было ни бордюров, ничего. И столбов еще не было вроде. Будет все освещено, будет все, будет отлично. По широкой дороге ехать спокойнее. То есть, раньше, короче, можно было проехать через песчаный носки тракт, Красный Октябрь, выехать на Балашовскую трассу. Теперь можно, когда это все сделают, легче будет выезжать сразу на Саратовскую кольцевую дорогу и ехать. Через Красный Октябрь попробую показать вам, если получится, обратную дорогу. Конечно же, там короче, но там тоже идет развязка. Сейчас вы видите на Татищево развязку. Тоже ее сделали. Вернее, делают шикарную. Ну, ее уже практически сделали. То есть, не было раньше тут моста, тут был перекресток. А сейчас, пожалуйста, направо ходите и все. Кто обратно едет, по мосту спускается, вставляется и такого я даже не ездил больше полгода, но такого я не ожидал. То есть, дома будет просто развязочка. А ее сделали как латухим, как везде, так положим. Чтобы не было перекрестков таких. Здесь, с правой стороны, смотришь, сколько срезано. Всего это все сделано. Все это грунтом. Убры, убрали. И вот эти вот отбойники ставят. Да, вот сейчас, видели, ехали два чудака. Один едет по своей полосе, а второй его обогнать никак не мог. И вот этого никогда тоже не понимаем. Ну, уступите, ну, то тормозни. Видишь, что тебя никак не обгонят. Или тот газу прибавит. Они как и станут два ряда. Вот эти вот покатушки, конечно, не понимают. А дальше вот продвигаемся. Но явно и здесь будут отбойники с левой стороны посреди стоять. Здесь вот тоже был подъемчик. И невозможно было машину обогнать. А теперь, пожалуйста, две полосы. Спокойно объезжаем. Ради плохо. Отлично, я вам скажу. Когда доделают, надо будет действительно прокатиться. Хотя еще вот они должны сделать мост через лугуновой. Вот тогда будет кольцо полностью. Здесь у нас как раз сейчас развязка на красный октябрь. Будет. Мы будем выезжать как раз отсюда. Здесь тоже делать будут мост. Путипровод и будет развязка такая же. И пришлось мне вот так вот тоже ехать, повернуть. Вот здесь налево никак не повернуть. Пришлось вот где-то дальше проехать. Здесь мне уступили. Я вот и развернулся. Чтобы заехать через Соколовый и Жасмилов. Вот. Когда было у меня сюжет, я вам покажу, как здесь был только отвал делали. С правой стороны. Две деревья. То есть вот так расширяли. А уже за полгода или за сколько сделали. Но меньше, чем за год. Это 100%. Уже отбойники стоят. Писали мне нам там подписчик. Показать эту дорогу, как он тут ездил часто. Вот. Показал ему до сторожевки. Теперь вот показывает сторожевки в сторону Болгограда до Балашовской развязки. То есть скат у меня практически есть. Есть. Смотрите. Каким он был, каким он становится. День был хороший. 16 сентября 2020 года. Но с грибами нам не повезло. Все ездили там, спрашивали тоже. Мы выезжаем из леса. Там заезжает что-то есть? Нет. Нет. Ничего. А день был хороший погулять. Теплый. Правда, вот по лесу ходили. Одна паутина. Весь в этих паучках. В машине сидел. Прямо. Сказочный лес. Здесь вот еще ремонт ведутся такие небольшие. Ну, главное, движуха есть. Машину можно проверить. Не торопясь. И вот, подъезжаем к развязке. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. Сейчас будет мини-кольцо такое небольшое. По кольцу налево это в Саратов. Мы направо. Здесь мы вступаем. Мы направо. Дальше будет еще мини-колечко. Налево будет Волгоград. А нам прямо на Балашов, Воронеж. До встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока.